Здравствуйте! В эфире программа Аптата НСА. С вами Динара Абдуллеева. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Из-за сильного бурана в двух районных области объявили режим чрезвычайного положения местного характера. Актуальные вопросы развития сферы образования обсудил с актюбинцами министр просвещения Гани Бесимбаев. Для жителей городов Храмтау Хандахаш станут доступны услуги современных загородных автобусов. На минувшие недели непогода создала массу неприятностей жителям области. По словам метеорологов, запад Казахстана, да и соседние страны в этот период находились под влиянием Атлантического циклона. Это и привлекло к обильным осадкам в виде мокрого снега и сильному ветру, который оставил без света и воды несколько районов города. Буран был настолько сильным, что на домах и учебных заведениях снесло крыши, пострадали автомобили, им буквально срывало капоты. Также была приостановлена работа общественного транспорта в направлении жилых массивов, находящихся за чертой города. Спасатели доставляли в пункты эвакуации тех, кто остался в снежных заносах, а неравнодушные люди оказывали всяческую поддержку пострадавшим. В итоге в двух районах области объявили режим чрезвычайного положения местного характера, а именно в Этикибийском и Храмтауском районах. Подробнее обо всем об этом расскажет Жасан Жалбаков. Вместо февральских морозов октябинцы в начале этой недели столкнулись с переменной погодой со снегом, дождем и буранами. Из-за шквального ветра школы перешли на онлайн-формат обучения, а в некоторых районах города прекратились подачи света и воды. Из-за сильного ветра, порыва которого достигали 30 метров в секунду, все дороги местного республиканского значения были перекрыты. Оповещения граждан о непогоде, происходившие посредством СМС и перехвата телерадиоканалов, просылали заранее. Однако это не помешало некоторым октябинцам вместе с детьми покинуть город. Вместе с тем люди пренебрегают данной ситуацией. То есть вчера уже резонанс был, то что мы в 9 часов осуществили перехват телерадиоканалов. Много комментариев шло, то что дорога закрывается, департамент шутит, они перестраховываются лишний раз. Но вместе с тем люди пренебрегли ситуацию и выехали. Буквально даже, честно сказать, наши знакомые даже пишут, что вот мы выехали на работу, остались на трассе. Машины не подготовлены, едут, можно сказать, с пустыми баками, в летней форме одежды. Это пренебрежение людей, конечно. Ветер был настолько сильным, что в среду на одной из многоэтажек районе авиагородок снесло часть кровли. Также из-за непогоды была приостановлена работа маршрутов общественного транспорта в направлении жилых массивов, находящихся за чертой города. В ту сторону, к слову, остановили не только проезд автобусов, но и в целом передвижение любого автотранспорта. При этом службы ЖКХ неустанно боролись со снегом. На всех жилых массивах, на всех участках нашего города сейчас стоят дежурные машины. Сейчас, на данный момент, вот сами видите, на территории города, даже в центре города сейчас погодное явление. Ну, видимость, не скажу, что нулевая, но как минимум 50 метров. А в жилых массивах видимость вообще, можно сказать, нулевая. Техника прочищает, через минут 15 дорога закрывается. Но сейчас техника вся дежурит, это можно проверить на всех жилых массивах. В центре города то же самое, все в штатном режиме работает. Просто мы чуть-чуть разгрузку сделали из-за чего? Из-за погодных явлений, чтобы не создавать аварийных ситуаций. При очистке снега коммунальщики оказывали помощь службе скорой помощи, так как метель и бездорожье всерьез осложнило задачу медикам добраться до пациентов. В смене работают 52 бригады, из них 35 в городе. С утра были сложности, конечно, но здесь в городе у нас есть больница скорой медицинской помощи. Сейчас больница, многопрофильная больница. Мы пока обстоятельства до налаживания всей этой ситуации возили в БСМП. Большое спасибо местным исполнительным органам, также департаменту ДЧС, потом отдельно патрульной постовой службе, которая вовремя чистит дорогу, предоставляет возможность довести пациентов до наших стационаров. Потому что у нас три стационара, крупных стационаров, находятся вне города. Это детская областная больница, затем АМЦ, медицинский центр, и онкология с кардиоцентром. По состоянию на 8 февраля из-за буйства стихии без света оставалось около 2000 абонентов. Электролинии, которые были отремонтированы, снова требовали обслуживания. Хуже складывалось обстановка в Волгинском и Хромталовском районах. Из-за непогоды в городе были проблемы с курсированием маршрутов жилые массивы. Если в среду таких насчитывалось 8, то на следующий день их количество сократилось до 2. Это вот как раз таки 37 маршрут, который обеспечивает Хоршасай, а также 39 маршрут, который едет до Щейлисай-Садовый. В настоящее время полиция еще, ГДТИ, еще не дала разрешение на выезд за пределы города, поэтому эта работа пока еще стоит. По мере предоставления разрешения, то эта работа уже, то есть маршрут уже продолжит свое действие. После этого сейчас есть у нас еще один проблемный маршрут, это 21 маршрут, который должен доезжать до Жан-Конуса, но из-за того, что дорога закрыта в сторону Хабды, сейчас он доезжает только до Ак-Тюбинского медицинского центра, до АМЦ. Это временные меры. Буран также оставил без крыш еще 4 дома в городе, а именно микрорайоны Саяжай, Баты, Скаргала и Авиагородок. Аким города отметил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь. По данным объектам уже в настоящее время проведены переговоры с застройщиками этих домов. Если взять вышеуказанные дома, там ТО Солерс и ТО Темирстрой уже из-за вот сейчас погоды вроде бы немного наладилась, сейчас они уже работы начали по восстановлению. А с другими, такие как вот на Букембайбатере 153, там тоже был срыв крыши 7-го подъезда. В настоящее время переговорили с жильцами, которые будут за свой счет восстанавливать. Единственное, что мы со своей стороны будем обеспечивать их техникой, а также оказывать всесторонную помощь. По области СИО находятся 127 пунктов эвакуации. Они все готовы принять людей в случае необходимости, отметил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям. По словам представителя Казавтожол, техники для уборка снега готовы. Специалисты ждут, когда погода станет более-менее благоприятной для работы. С изменением погодных условий сейчас невозможно выехать. Видимость нулевая. Поэтому техника не может очистить. То есть все эти дни не могли работать, да? Да, но производили патрулирование. А очистить невозможно, потому что сильный буран, скорость ветра 25-30 метров в секунду. Как погода успокоится, сразу работу начнем. В течение 6-8 часов дадим проезд. Ближайший? Да, ближайший. После остановки погоды. Основное скопление машин наблюдалось в поселке Харабутак, а также в городах Храмтау и Актубе. Неравнодушные люди оказывали всяческую поддержку тем, кто остался в снежных соносах, принося продукты питания. Отметим, что из-за непогоды в Атикибийском и Храмтовском районах был объявлен режим чрезвычайного положения природного характера местного значения. В связи с этим Акимы районов выступили с обращением к жителям, так как многие объекты были повреждены. К примеру, в поселках Карабутак, Кудухсай, Ушкатты, Бугитсай снесло часть кровли учебных заведений. Также в городе Храмтау по улице братьев Жубановых снесло крышу пятиэтажного жилого дома. Точный ущерб, нанесенный в непогоды, сейчас устанавливается. При этом с видеообращением гражданам выступил Аким области. Призываю всех земляков проявить терпение в такой непростой час. Уверен, что в сложившейся ситуации вместе мы найдем правильные решения и преодолеем все преграды. Работники экстренных медицинских служб ежедневно демонстрировали истинный героизм. Так, во время сильной метели бригада скорой помощи в городе Храмтау была вынуждена оставить автомашину на полпути и дойти пешком к пациенту с сердечным приступом. Этот момент был запечатлен на видео, которое распространилось в интернете. Министр здравоохранения Ахмарал Аль-Назарова выразила признательность медикам через социальные сети. В любую погоду морозы и бураны бездорожья бригады скорой помощи обслуживают миллионы вызовов, где надо спасать жизни людей, несмотря на экстремальные условия. В числе таких героев фельдшера скорой помощи Храмтовского района Кудьяров, Павлажан Султанханович, Тлеухарат Бирекула, Распайсая Абрайкзе. Они проявили настоящую самоотверженность, верность своей благородной профессии, пробираясь к больному сердечным приступом через снежные заносы, написал им министр. Подобных героев у нас немало. Один из них сотрудник оперативного спасательного отряда Нужан Жусупов. Целый час он пешком в условиях нулевой видимости направлял машину по трассе в одном из сел региона. Пассажирами того рейсы были роженицы. Медлить было нельзя, говорит герой. Нам поступил вызов, что в селе Каракудык роженицы не могут выехать. Для их транспортировки направили вездеход. Но дорога оказалась опасной, даже небольшое отклонение от трассы могло привести к ДТП. Видимость была нулевая, наступили сумерки. Поэтому решил выйти и указывать маршрут. Рядом со мной был житель села, который знал дорогу. Вместе мы прошли около двух километров. Из-за метели это заняло примерно час времени. Спасательная операция прошла удачно. Вот таким запомнился очередной каприз погоды Актюбинца. Несомненно, одно. Благодаря слаженному труду всех ответственных структур, от спасателей до медиков и энергетиков, в ближайшее время последствия Бурана будут успешно ликвидированы. И жители, пострадавших от разгола стихий районов, вернутся к привычному образу жизни. В продолжении этой темы мы поговорим с нашим гостем в студии. Это главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям района Астана. УЧС города Актюбе капитан гражданской защиты Джасанбаев Азамат. Добрый вечер. Давайте поговорим в целом об остановке. Как к нам пришла такая погода и в целом были ли мы готовы к ней? По данным областного филиала Казгидромет на территории города Актюбе преобладает метель, гололед, ветер у нас юго-западный, ночью преобладает порой ветра 15-20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий у нас введены ограничения движения на четырех участках автодорог. Это два из них республиканского значения, Самара-Шимкент, а также Караутак, Комсомол, Кустанайская область. А также на двух участках дорог областного значения. Это Храмтау-Актюбе-Орск трасса и Актюбе-Болгарка-Шубаркудок. В целом можем же мы сказать, что первые два дня, когда был самый пик, то есть дороги были закрыты во все направления. Во все направления. То есть даже в ближайшие районы нашего города. Все верно. Было ограничено движение для всех видов автотранспортных средств. Вот как раз таки об этом хочу поговорить. То есть дороги были закрыты, оповещение шло. То есть, как мы говорили, с перехватом телерадиоканалов, посредством СМС-сообщений. То есть оповещение людей о том, что ожидается плохая погода и дороги будут закрыты, все-таки были, но все же граждане попытались выехать или въехать в город. То есть какие последствия были? Ну, с нашей стороны, да, верно говорите, были рассылки, СМС-рассылки, а также в приложении Дармен, также были оповещения о погодных условиях, о введении ограничений движения транспортных средств на определенных участках автодорог. Но, тем не менее, были такие моменты, где уже въехавшие на данный участок автодорог автомашины уже застряли, так скажем, в снежном заносе при нулевой видимости. Ну и дальнейшие движения не могли уже осуществлять. Тем самым они уже, как бы, скажем так, в эпицентре события остаются. Хорошо. Какая поддержка была оказана? Ну, были осуществлены аварийно-спасатели, неотложные работы по всем вызовам, которые поступали на линии 112, на горячую линию оперативного штаба Актюбинской области, в которых были задействованы немало техники личного состава. Это департаменты по очищению ситуаций Актюбинской области, Министерство внутренних дел полиции, местных исполнительных органов, воинских частей, а также дорожных служб, волонтеры, зелы поиски и так далее. Можем ли мы с уверенностью сказать, что к таким погодным условиям наша область готова? И достаточно у нас техники, достаточно ли у нас людей, чтобы оказать нужную помощь? Да, конечно. К таким моментам в предзимний период у нас вся техника и личный состав полностью в готовности, проверяется их стопроцентная готовность, и на любой вызов, выезд наши люди готовы выехать и оказать необходимую помощь. Самые, наверное, критические моменты, то есть первые два дня, вот как мы еще раз, я повторюсь, самый пик, когда был буран, когда видимость была практически нулевая, сколько человек попытались спасти, и в целом были ли дети? Да, изначально с 7 по 9 февраля были осуществлены около, отработано 240 выездов, спасены 160 человек, из них 6 детей были, а также 100 иностранных граждан. Все они были размещены на ближайшие пункты обогрева, скажем так, это городские школы у нас ближайшие, были обеспечены горячим питанием и всей необходимой помощью. О том, что ожидается такая погода, вы знали заранее. Насколько вы ожидали именно такую погоду? Ну, информация у нас приходит от областного филиала Казгидромед, и мы заранее при получении такой информации о неблагоприятных погодных условиях идет рассылка смс-оповещения в приложении Дармен, как я ранее уже говорил. Вы знаете, я, наверное, сейчас хочу задать еще один такой вопрос. Почему? Потому что, наверное, телезрителям все равно нужно знать, когда школы перевели на онлайн-формат обучения, и понятно, что это неспроста. То есть какие причины были? То есть говорилось о том, что нельзя находиться вблизи домов, вблизи каких-то офиш и вывесок. Что могло произойти? И в целом, чтобы граждане, наверное, знали какие-то правила безопасности. Ну, знаете, потому что в благоприятные погодные условия в основном преобладал сильный ветер. Сильный ветер преобладал, и у нас вот эти вот снос крыши домов происходили, линии электропередач, в основном вызовы поступали об отключении электроэнергии в связи с обрывом линии электропередач. Все это, конечно, несет определенную угрозу для жизни людей, поэтому в основном на сильный ветер акцентировали внимание. Несчастных случаев не было? Фактов о пострадавших или же погибших людей не зарегистрировано. Влаго, все нормально. В данной ситуации, насколько, то есть управление действует сообща, с кем вы работаете совместно, со скорой помощью, с местными властями? То есть как ведется работа? У нас работа сопряжена со всеми компетентными органами, будь это местные исполнительные органы, полиция наша, скорая помощь, коммунальные службы. Они все подключены и, в принципе, все готовы выехать совместно на выезда. А в каком районе в целом был сделан акцент? То есть наибольше, наверное, заносов было, наибольше людей, которые застряли? В какую сторону, в каком направлении? В основном у нас большее количество остановившихся машин, скажем так, из-за снежных заносов. У нас на участке автодороги республиканского значения Самара-Шамкент, там большое скопление машин было, особенно грузовых машин. Там акцентировали внимание, там находились и местные исполнительные органы, и наши сотрудники, полиция, дорожные службы обеспечили необходимую помощью, питанием и так далее. Давайте поговорим о пунктах обогрева. То есть на сколько у нас их, и в целом, знают ли граждане, где находятся? Вот честно, если сказать, например, я не знаю, где находится пункт обогрева, и куда нужно обратиться в данной ситуации. Ну, по мере необходимости, я же говорю, у нас вот эти вот события происходили в окраинах города, и самые ближайшие городские школы мы использовали как пункты обогрева, как пункты размещения, можно сказать. И тех, кого вот необходимо было разместить, мы размещали в ближайшие городские школы. Наш глава региона Асхад Шахаров в своем сообщении через социальные сети поблагодарил неравнодушных граждан. То есть люди помогали друг другу как-то, может быть, жители ближайших районов оказывали какую-то поддержку? Да, безусловно, были такие моменты, когда жители поселка Беку-Баба, они проявили свою гражданскую позицию, активность и помогали службам вызволить тех или иных лиц из неблагоприятных условий. Спасибо большое. Время нашего разговора подошло к концу. Телезрителям хочу напомнить, мы говорили о ситуации, которая происходит у нас в регионе в связи с погодными условиями. Мы продолжим, не переключайтесь. Ак-Тубе с рабочим визитом посетил министр просвещения Гани Бесимбаев. Член правительства встретился с руководителями городских и районных школ и ознакомился с развитием местной системы среднего образования. Так, в минувшем году в области ввели в эксплуатацию пять новых школ на 3590 ученических мест. Это решил вопрос трех-трехсменных образовательных заведений и проблему дефицита мест в двух школах. В тот же день Гани Бесимбаев принял участие в интерактивной сессии на форуме директоров школ западных регионов нашей страны. В рамках работы диалоговой площадки участники рассказали об итогах контрольных и мониторинговых мероприятий в сфере образования и планах на текущий год. Встреча министра просвещения с педагогами и жителями региона прошла в актовом зале Академии творчества. В начале мероприятия Гадим Бесимбаеву был представлен доклад о принимаемых в области мерах по улучшению качества образования. Была улучшена материально-техническая база в районных школах. Проведен мониторинг, в ходе которого стало известно, что в сельских школах не хватает кабинетов информатики с доступом в интернет, специализированных кабинетов по предметам физика и химия. Кроме того, в некоторых школах нет спортивных залов. В рамках национального проекта «Комфортная школа» до конца 2025 года будет введено в эксплуатацию 18 школ на 14 900 человек, что решит проблему трехсменных школ и нехватки ученических мест. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в организациях образования. Так, по итогам проделанной работы, в 2023 году техническое оснащение системами безопасности достигло 100%. Заслушав отчет, министр просвещения Гани Бесимбаев высказал недовольство выявлением поддельных документов педагогов. Проблемы есть. Качество образования в первую очередь зависит от учителей. Выявлено 64 поддельных сертификата. И меня интересует, какие меры были приняты к этим учителям. Это говорит о коррупции, укрывательстве в образовании. Как педагог мог пойти на такой шаг? Какая работа с учителями проводится в этом направлении? В каких районах выявлены такие случаи? С такими учителями была проведена работа, в ходе которой узнали причины. Кроме того, была проведена разъяснительная работа спецсоветами данных школ. Лица, у которых были выявлены поддельные документы, вернули деньги, также их понизили в категориях. Были проведены воспитательные беседы. Гани Бесимбаев подчеркнул необходимость усиления воспитательной работы в организациях образования. Он напомнил, что в прошлом году была разработана и запущена программа «Бртутаст Арбия Бахдар-Ламасы», которая включает концептуальные основы воспитания подрастающего поколения. Государство наполняется все обязательства по повышению статуса педагога, развитию инфраструктуры, созданию комфортных и безопасных условий. Сейчас наша основная задача обеспечит каждого ребенка качественным образованием и осознанным воспитанием. Наше успешное развитие напрямую зависит от каждой ветви системы просвещения и такого важного социального института, как семья. Только объединившись, мы сможем эффективно организовать воспитательный процесс, культивировать в этих общечеловеческие и национальные ценности, такие как патриотизм, трудолюбие и достижение благих целей. Далее встреча продолжилась в формате открытого микрофона. Глава ведомства ответил на все интересующие жителей вопросы, касавшиеся дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. В завершении мероприятия прошел личный прием граждан. Во второй половине дня Гани Бесимбаев принял участие в форуме управления современной школой. Тренды и будущее. Мероприятие собрало более 1200 директоров государственных школ, руководители отделов и управления образованием Актюбинской, Западноказахстанской, Мангистаусской, Атраусской областей. По поручению главы государства для улучшения качества образования работа проводится в нескольких направлениях. Во-первых, реализуется проект «Комфортная школа». Особое внимание и поддержка уделяется сельским учебным заведениям, улучшается их материально-техническая база. Кроме того, для повышения уровня учителей совершенствуется кадровая политика. Стоит отметить, что кроме материальной базы важен качественный менеджмент в школах. Этой теме и посвящен данный форум. Директоры школ должны понимать, что управление и внедрение современных технологий и трендов на сегодняшний день – залог качественного образования. На первом этапе мероприятия присутствующим показали презентацию школ, где были реализованы программы по реализации поручений главы государства. Также была представлена статистика по материально-технической базе уровню квалификации педагогического состава нарушений по каждой области. В ходе мониторинга были выявлены несоответствия к квалификациям педагогов, которые не повышали свой уровень каждые пять лет. Таких нарушений выявлено в Ахтюбинской области – 19, Западноказахстанской – 6. Министр просвещения Гани Бесимбаев в ходе сессии остановился на пяти основных направлениях дальнейшего повышения качества образования. Это укрепление менеджмента и формирование кадрового резерва руководителей, совершенствование подходов подготовки и переподготовки педагогов, обновление учебных программ, комплексное улучшение инфраструктуры, трансформация национальной системы оценки качества. Особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала. По поручению главы государства для отбора и подготовки сильных менеджеров, готовых к управлению в быстро изменяющихся условиях, стартовал проект с тысячей лидеров изменений в образовании. По итогам всех пяти этапов отбора в республиканский кадровый резерв вошли 208 кандидатов. Наряду с этим кардинально трансформируется система профессионального развития педагогов. В целях стимулирования действующие опытные топ-менеджеры будут направляться на 3-6-месячные стажировки за рубеж по программе «Булашак». Меры по поддержке педагогов будут продолжены. С этого года будет присмотрена система поощрения работников образования, а также заработная плата руководителей организации образования и их совместителей. Далее встреча продолжилась в формате открытого микрофона. Глава ведомства ответил на все интересующие присутствующих вопросы. И их было немало, в том числе о заработной плате и категориях педагогов. Также был задан вопрос касательно безопасности в школах, требований к охране и видеонаблюдению. Мы говорим, что безопасность в школах в приоритете, при этом ни условия, ни оплата не поменялись. В большинстве районов охранниками работают те же бабушки и дедушки, потому что за зарплату 85 тысяч мужчины, способные нормально работать, трудиться не хотят. А нанимать охранную службу может позволить не каждая школа. Также хочу предложить ввести стандарт на хранение видеозаписей с камер наблюдения, чтобы они не удалялись каждую неделю или день. В течение дня участники форума обменивались опытом и получали знания по повышению качества образования, а также участвовали в тренингах по управленческим компетенциям менеджера, развитию кадрового потенциала, принимаемым НПА и важным приоритетом в сфере образования. Напомним, ранее министр проводил встречи с директорами школ городов Астана и Алматы, Туркистанская, Алматинская, Житусу, Акмолинская, Павлодарская, Кустанайская, Североказахстанской, Абай, Лутау, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Встречи продолжатся и в остальных регионах страны. В регионе продолжается работа по обновлению пассажирского транспорта. Причем закупается новая современная техника не только на городские маршруты, но и для автобусного сообщения областного центра с районами. С нормализацией погодных условий сервис смогут оценить жители городов Храмтау и Хандагаш. Автобусы по этим направлениям запустит компания-перевозчик, которая обслуживает также ряд популярных маршрутов в Ак-Тубе. Кондиционирование летом и тепло зимой, телевизоры и обеспечение пассажиров холодной и горячей водой при передвижении на загородных рейсах автобусного сообщения, а также специальные массажеры для удобства водителей. Казалось бы, такие условия в общественном транспорте из области – фантастика. Однако, разительные перемены в работе перевозчиков заметны и стали реальностью. Это подчеркивают и простые актюбинцы, которые ежедневно пользуются автобусами на городских маршрутах. Сейчас в областном центре действуют четыре перевозчика – автопарк, ПТП, Акжерик и Калатранс. Безусловно, конкуренция сказалась на качестве работы. Сервисы обслуживания в лучшую сторону. На линии выходят новые вместительные и комфортабельные автобусы, очень удобные для пассажиров. Мы много не ездим на общественном транспорте в областном центре, сами из Мартука, но могу отметить, что перемены разительные. Стало намного лучше, чем было раньше – большие и удобные автобусы. Долго ждать не нужно. Видно, что хорошая работа проводится в этом направлении. Очень хорошо ходит, да. Мне нравится, например. Долго не ждешь. Все условия. Очень-очень хорошо. А если сравнить, как раньше было, как сейчас, лучше стало? Ну, конечно, да. Намного лучше. Сейчас вот новые автобусы появились. 48-го – это хорошо. Они молодцы. Слово «маршрут» номер 48 относится к компании-перевозчику «Калатранс», которая действует в областном центре с 2021 года. В автобусе созданы комфортные условия как для пассажиров, так и для водителя. У всех графики разные. Вот у меня сегодня 22-13 работы заканчиваются. У кого-то пол-одиннадцатого ночью заканчиваются. У кого-то в одиннадцать. По графикам работают. А в целом условия вот на этом автобусе отличные. Отличные. Все есть. И массажеры. Ну, удобные. Для водителя комфорт есть. В автобусе имеется для водителя массаж. Он вот сейчас стану включен в спину, сидение, массажирует. Также здесь имеется датчик, который распознает, по телефону разговаривает водитель или нет. Распознает, курит водитель или нет. Это вот датчик. Он предупреждает усталость. Он называется датчик усталости водителя. Здесь датчик движения полосы называется. И датчик предупреждения препятствия. Если впереди резко останавливается машина, он начинает пищать. И также предупреждает водитель, что если он съезжает с полосы, то есть вправо или влево. Безусловно, большим подспорьем для водителя является не только комфорт, но и хорошая зарплата. В среднем 430 тысяч тенге без положенных удержаний. На руки порядка 350 тысяч за 15 рабочих дней. К слову, перед выходом на маршрут каждый водитель приходит необходимый осмотр. Медицинский осмотр водителей автобусов – это, безусловно, важная и нужная мера каждое утро. Если раньше, допустим, водители проходили медосмотр у обычного медика, у врача, который находился здесь, теперь же все это происходит с применением современных цифровых технологий. Вот, допустим, с помощью такого аппарата ЭСМА – это электронная система медицинских осмотров. Здесь можно проверить давление, измерение температуры, алкогольное и даже наркотическое опьянение. К слову, на общий осмотр уходит не больше двух минут. Для прохождения медосмотра у каждого водителя есть специальная карточка, с помощью которой он проходит идентификацию. Важно измерить давление и температуру. Если хоть один из показателей превышает допустимую норму, в рейс могут не выпустить. Также проверяют дыхание, на наличие алкогольных паров и зрачки классно-наркотическое опьянение. В компаниях «Калатранс» работают два спорта. Каждое утро проходим такой медосмотр. Для этого у каждой есть своя карточка. Много времени занимает, так что потом смело можем выходить на маршрут. В целом условия для работы хорошие. Стараемся делать качественный сервис для пассажиров. Отметим, всего три года назад у компании-перевозчика было лишь три маршрута. Сейчас уже 9, 5, 7, 8, 9, 20, 28, 46, 48 и 51. На линию ежедневно в 5.30 утра выходит 91 автобус, который курсирует до 11 вечера с интервалом в среднем от 7 до 12 минут. В резерве находятся еще 9 комфортабельных автобусов все той же марки «Ютонг». Активно ведется процедура по закупу дополнительных 15 сочлененных автобусов, гармошек. Эти автобусы будут запущены на маршрут 46, потому что там пассажирный поток очень большой. Будут запущены данные автобусы. У них пассажировместимость более 120 рабочих мест. У нас сейчас проводятся работы по закупу оборудования автоматического, автоматической мойки. Скоро данное оборудование будет уже поставлено и установлено к нам на моечный бокс. Тем самым мы решим эту проблему по мойке автобусов снаружи. То есть там одно оборудование, ну то есть за ночь будет промываться все 100 автобусов, потому что одно оборудование промывает за 3 минуты один автобус. Сейчас у нас уходит 15 минут на один автобус. А салоны мы на сегодняшний день моем все 100% салоны. Также напомним, что компанией были закуплены автобусы Ютонг 2022 года выпуска. Комфортабельные машины использовались ранее в туристических целях. В салоне рассчитано на 50 посадочных мест, имеется телевизор и даже специальные приспособления для горячей и холодной воды. Курсировать автобусы будут по маршрутам Актубе-Храмтау и Актубе-Кандагаш. 5 автобусов будет выезжать на Храмтау и 4 автобуса будет выезжать на Хандагаш. Стоимость Актубе-Храмтау 600 тенге за одного пассажира. Стоимость Актубе-Кандагаш, насколько я знаю, 700 тенге. Ежедневно без выходных у них интервал будет около часа, около полтора часа. Мы сейчас пока согласовываем, отрабатываем этот момент по интервалу, так как с дорогами, вы сами знаете, есть небольшие проблемы. В автобусе также установлены видеокамеры, тоже имеются все удобства для пассажиров. Там внутри имеется диспенсер, мы сейчас тоже постараемся его поставить в работу, чтобы люди могли попить и холодной, и горячей воды в дороге. Имеется система кондиционирования, то есть кондиционеры. Имеется система автономного топления, то есть если автобус сломается где-то по трассе, люди там не замерзут, потому что автономка, она работает независимо от двигателя. В социальных сетях много критики было, и жители этот вопрос при встречах неоднократно поднимали. Качество автобусов оставляло желать лучшего. Сложный вопрос, потому что новые автобусы дорогие. Один автобус порядка более 60 миллионов тенге стоит. Местный предприниматель не мог обновить автопарк. И при поддержке Акима области было принято такое решение, что новая компания зашла на это направление «Халатранс». В первую очередь это новые автобусы, это то, что просило население. Первое – это цена пассажирской перевозки, потому что 600 тенге составляет по направлению «Храм Тавах-Тубе». Это дешевле значительно, чем частные извозчики. Второе – это безопасность. Отметим, останавливаться на достигнутом власти региона не собираются. Согласно поручению Акима области, работа по обновлению пассажирского транспорта будет продолжена. Буквально в начале января мы приобрели автобусы в направлении «Актьюбе-Хабда», «Актьюбе-Родниковка». Это у нас ИП «Маргалиев». Мы планируем запустить тоже автобусы, микроавтобусы в направлении «Актьюбе-Марженбулак». И уже там подалее у нас идут маршруты «Саржар», «Родниковка». Вся эта работа проводится совместно с Фондом развития промышленности. Есть отдельная программа под лизинг 7%. Они сами свой залог дают и приобретают технику. Все эти условия обговорены в нашем договоре. За счет того, что мы субсидируем, они являются у нас социально значимыми маршрутом. Мы их субсидируем. И за счет этих субсидий они уже уверенно, заключив договор на 3 и более до 5 лет, они уверенно приобретают технику и работают по вопросу обновления парков. Всего в Актьюбинской области действуют 10 маршрутов, соединяющих областной центр и населенные пункты районов области. Компании, ответственные за пассажирские перевозки по данным направлениям, обязаны обновлять свой автопарк каждые 3 года. Николай Сырбов, Владимир Федотов, Руслан Ельтаев, Азамат Сауханов, Абтатанасы. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у меня все. Очередной выпуск программы Абтатанаса смотрите в следующее воскресенье. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин